В стенах этой эти компании творят чудеса цифровые. Одно из них вроде бы и лежало на поверхности, но реализовали его и именно алтайские программисты под руководством своего идейного вдохновителя Вадима Гладышева. Три года назад эти команда создала уникальную цифровую начинку для энергетических компаний. Классический подход к осмотру верховому опор, на которых размещаются провода, сводится к тому, что либо человек забирается туда самостоятельно на когтях, приспособление такое есть, либо вызывает автовышку и с помощью автовышки уже осуществляет верховую визуальную осмотр. Это как минимум затратно, то есть ДСМ, это очень опасно. Наш подход с применением беспилотных летательных аппаратов, он как раз таки позволяет исключить риски жизни и здоровья сотрудников и, собственно, исключить отключение электроэнергии. Стоимость умной диагностики 50 миллионов рублей. Половину суммы удалось получить за счет гранта Сколкова. Команда Вадима Гладышева смогла его защитить. Это федеральная поддержка, существует и краевая. Так, алтайские IT-специалисты получили грант в 400 тысяч рублей на реализацию проекта по телемедицине. В разгар пандемии они разработали социально важный проект – сайт, где можно в режиме онлайн получить консультацию любого врача. Как алтайского, так и московского. Вот как это выглядит. Открываю раздел «Мои консультации» и вижу, что у меня имеется активная консультация с врачом краевого перинатального центра ДАР. Консультация проходит как в текстовом формате, так и по видеосвязи. Уже сейчас, говорит Александр Габов, люди выбирают цифровые сервисы, которые делают жизнь проще и позволяют экономить время. Конечно, телемедицина не призвана конкурировать с реальным врачебным приемом, но у нее свои задачи. Я не могу сказать, что мы конкурируем с очным приемом, потому что все-таки у телемедицины другие задачи. Это наблюдение за больными с какими-то хроническими болезнями, помощь в получении второго медицинского мнения, если пациент хочет проконсультироваться у другого врача, а консультация по назначенному медикаменту. Кстати, стоимость этого проекта порядка трех миллионов рублей. Разработка таких сервисов удовольствия не из дешевых. О мерах поддержки подобных разработок шла речь и на Алтайском IT-форуме, который проходил на этой неделе на базе классического вуза. У нас есть управление по предпринимательству, которое, соответственно, на своих бизнес-инкубаторах, на своих площадках предоставляет достаточно широкий спектр этих возможностей. Это есть инвестиционные комиссии. Надо только не стесняться заявляться, выходить с предложениями. Не постеснялся в свое время заявить о себе Центр информационной безопасности. В этих стенах любой желающий может проверить, а не впаян ли в его смартфон или компьютер-жучок. Это устройство, которое делает рентгеновские снимки. Вот как мы легкие делаем рентгеновские снимки, так и оно делает рентгеновские снимки техники. Для чего? Для того, чтобы просветить технику не только то, что мы видим глазами визуально, но и до мельчайших элементов. Центр обеспечивает безопасность крупнейшим фирмам и корпорациям. Так, вся оргтехника-администрация проходит через эту комнату. Здесь проверяют, можно ли снять информацию с монитора на расстоянии. Если границы контролируемой зоны, например, это завод, и там границы контролируемой зоны десятки метров, то то, что с него можно снять на 10, 20, 30 метрах, это не страшно. А если это границы контролируемой зоны, мы можем в кафе напротив сесть и снимать информацию. В таком случае компьютер нужно менять. Центр предотвращает и хакерские атаки различных компаний, которые к ним обращаются, а также автоматизирует их рабочий процесс при помощи специального проекта. Мы видим всех участников, мы видим, кто сколько времени потратил. Если тыкнуть, там можно посмотреть на что конкретно, что он делал. Цифровизация поглощает сегодня абсолютно все сферы. Она автоматизирует и делает легче жизнь. Те же сервисы доставки еды, где одним кликом можно заказать себе обед. Но цифровизация же приводит к негативным последствиям, рассказывают IT-специалисты. В здравоохранении Алтайского края создается централизованная бухгалтерия. Для того, чтобы не тратить бюджетные деньги, содержание бухгалтеров, операторов и прочих статистов в каждом из 300 с лишним учреждений Алтайского края, делать это автоматизированно, централизованно и по принципу обслуживающей бухгалтерии на всех остальных. По такому же пути идут и все коммерческие структуры. Эти сервисы бухгалтерия становятся централизованными и едиными на всю страну. От цифровизации уже зависит котировость компаний на рынке, поэтому онлайн-сервисы уже не тренд, а обыденность. По оценкам специалистов, через 5-10 лет наша жизнь может сильно отличаться. С одной стороны, вызовов и требований будет больше, с другой – принцип одного клика станет ведущим. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.